Продолжение следует... Сегодня хотелось бы поговорить о льготной системе обучения и после этого ответим на вопросы абитуриентов. Какая новая система предоставления льгот для поступления работает с этого года? Надо сказать, что вступает в силу новый закон об образовании в Российской Федерации, но в части предоставления льгот абитуриентам он вступает в силу с 1 сентября. Поэтому, по сути, новая система льгот будет действовать с следующего года для поступающих в 2014-2015 учебном году. В этом же году пока перечень абитуриентов, которые обладают особыми правами, так их называют, он сохраняется прежним. Это наиболее массовые категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды первой, второй группы, участники боевых действий, ну и так далее. То есть там по списку все реже и реже, так скажем, встречающиеся льготники. С 1 сентября 2013 года перечень льготников будет существенно ограничен. То есть останутся льготы, а именно вне конкурсное поступление, как они сейчас действуют, только для детей-инвалидов и инвалидов первой, второй группы. А вот такой вопрос. Льготники, они идут вне конкурса? И если, например, у человека, который поступает на бюджет, либо на договор баллов больше, у кого больше шансов поступить? Ну здесь речь уже идет не о шансах, а об исполнении закона, поскольку для льготников, кто идет вне конкурса, то есть это наиболее частая категория. Достаточно набрать минимальные баллы, те, которые установлены университетом, для того, чтобы быть зачисленным. И уже как бы неважно, какие это баллы, главное, что он их преодолел, то есть набрал минимальные. Он идет вне конкурса. Разумеется, у него гарантированное зачисление предстоит при предъявлении подлинника документа. Все же места, которые будут не заняты льготниками, вот они определены для общего конкурса. И уже там будет сумма баллов иметь значение. Для тех, кто идет на общих основаниях. А вот еще Бетурен спрашивает, могу ли я быть уверена, что меня зачислили, если я являюсь льготником и уже дала документы оригинала? Ну, в общем, да. Поскольку мы обязаны зачислить льготника, в том случае, если он набрал минимальные баллы, подал оригинал аттестата. Но здесь есть одна маленькая оговорочка, поскольку 100% мы гарантировать не можем. Наряд направлений подготовки и специальностей, количество абитуриентов, обладающих особыми правами, ну, проще говоря, льготников, может превысить количество бюджетных мест. Это, наверное, наиболее популярное направление подготовки и специальностей. И в этой ситуации конкурс будет проходить уже среди льготников. И может, да, и может получиться так, что и льготник, набрав минимальные баллы, не поступит. То есть такая ситуация вполне возможна. Спасибо. А вот льготники зачисляются раньше всех остальных или приказ выходит с другими тоже? Нет. В соответствии с приказом Министерства образования и науки, льготники и лица, обладающие особыми правами, такие как победители и призеры Олимпиад, они зачисляются 30 июля. И, соответственно, после того, как зачислятся все абитуриенты, обладающие особыми правами, основная волна зачисления пройдет 5 августа. То есть они досрочно зачисляются. А мы напоминаем, что все интересующие вопросы можете задавать на сайте gouteman.ru. И еще вопрос. Сколько льготников на экономике было в прошлом году и какой ожидается проходной балл среди льготников? Ну, мы сегодня анализировали. У нас на экономике уже 7 человек, кто подал документы по льготам и продолжает подавать. Поэтому вполне возможно, это как раз одно из направлений, где будет большинство льготников. Соответственно, с этим мест для свободного конкурса может практически не остаться. Соответственно, будет запредельно высокий проходной балл на уровне 250-260 баллов. Другой вопрос. Могут ли малообеспеченные поступить на бюджеты? Как это можно сделать? Ну, давайте тогда разберемся, что значит малообеспеченные. Разумеется, любой гражданин Российской Федерации имеет право претендовать на бюджетное место, участвовать в конкурсе. Но вот факт того, что абитуриент является малообеспеченным, не дает ему каких-то льготных прав или каких-то особых прав при поступлении. Если он по баллам ЕГЭ пройдет на общих основаниях, то Бога ради. Хорошо. А какие бывают категории конкурса? Ну, это вот как раз речь идет о льготниках, которые идут вне конкурса. Либо о победителях Олимпиад, призерах Олимпиад, статусных Олимпиад государственных. Они идут без вступительных испытаний. Ну и, собственно говоря, две основные категории конкурса. Это те, кто идет на общих основаниях, претендуют на бюджетное место. И те, кто идут на общих основаниях, претендуют на договорное место. Вот это основные категории конкурса. Оно сейчас отражено в мониторе подачи заявлений. Вот как раз на нашем сайте. Можно посмотреть. Вон монитор подачи заявлений ежечасно обновляется. И картина, что называется, в режиме реального времени происходит. И эти же категории конкурса абитуриенты увидят, когда мы опубликуем рейтинги. Рейтинги мы планируем опубликовать после 20-го числа. Но от 27-го они уже точно будут. То есть эти категории конкурса, эти граждане будут отмечены и в рейтингах, и в мониторе. А вот такой интересный вопрос. Мой балл по ЕГЭ составляет 53,33. Могу ли рассчитывать на скидку при оплате на обучение? Мы рассматриваем данный вопрос о том, чтобы предоставлять определенные льготы для договорных студентов, то есть студентов, которые оплачивают за обучение при хороших баллах ЕГЭ-53. Это, в принципе, достаточно хороший балл ЕГЭ. Но пока, во всяком случае, такого решения не принято. И стоимость обучения для всех одинакова. Но в ближайшее время, я думаю, что мы вернемся к рассмотрению вот этого вопроса. А вот насчет документов. Часто встречается вопрос, нужны ли фотографии при подаче документов. Да, здесь надо дополнительно объяснить, поскольку фотографии мы просим для участия в конкурсе лишь у тех абитуриентов, кто участвует в наших вступительных испытаниях, наших проводимых университетом. Речь идет о программах магистратуры, речь идет о творческих вступительных испытаниях. Вот там, где они есть, там, где они предусмотрены, фотографии требуются. Если же абитуриент поступает исключительно по итогам единого госэкзамена, то на его усмотрение он может предоставить фотографии, а может и не предоставлять. Соответственно, если он пройдет по конкурсу и будет зачислен, фотографии мы все равно попросим, но попросим уже после зачисления. Вот такая ситуация. А вот абитуриент спрашивает, который из другого города, проводятся ли у нас видеопрезентации? Хороший вопрос. Мы планируем такую форму профориентационной работы использовать. И работа сейчас, в настоящее время, над этим ведется. Я думаю, что когда она будет закончена, видеопрезентация появится и на нашем сайте. Следите за анонсами. Хорошо. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие абитуриенты, не забывайте смотреть нас по будням ежедневно в 12 часов. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»